Протерей Николай Агафонов Рассказ называется «Выбор невесты». Что чувствует молодой человек в день получения диплома учебного учреждения, в котором он провел свои лучшие годы юности? Наверное, все по-разному. Чувство свободы, долой семестр и зачеты, зубрежку и экзамены. Перед тобой вся жизнь, и она прекрасна. А может, чувство легкой грусти и расставания с необременительной и свободной жизнью студента? Ведь впереди пугающее завтра с его заботами, работа, служба, ответственность. Вот и у Игоря Переплётова, выпускника Московской духовной семинарии 1973 года, чувство было смешанное. Радость переплеталась с грустью. Радость от того, что впереди интересная и полная радужных надежд жизнь приходского священника. С другой стороны, он привык к этим старинным мощным стенам, окружающим лавру, к овеянным сединой истории собором и благостным монашеским службам. Привык к размеренной жизни общежительного студенческого быта. Словом, грустно было со всем этим расставаться. Увидев проходившего мимо старшего помощника инспектора отца Елеферия, Игорь подошёл под благословение. «Хочу попрощаться и поблагодарить вас за всё». «Ненадолго прощаемся», – улыбнулся отец Елеферий. «Каникулы пролетят незаметно. В сентябре увидимся». «Да нет, я насовсем». «Как насовсем? Ты же окончил семинарию по первому разряду. В академии разве не будешь учиться?» «Я в академии не подавал прошения». «А что собираешься делать?» – недоумевал отец Елеферий. «Может быть, на приходское служение собрался?» И засмеявшись, он в шутку погрозил пальцем. «Всё понятно. Хочешь, значит, жениться и рукоположиться в священнике?» «Невеста кто?» «Из местных ни с кем тебя не замечал. Дома, что ли, сосватали?» «Да нет у меня невесты». «Как же так?» – растерялся отец Елеферий. «Кто же тебе рукоположиться или батом? Такого молодого?» «Да и не одобряю я этого. Уж лучше сразу постриг монашеский принять с юности. Я не собираюсь с целибатом. Думаю, невесту найду». «И, брат, это дело нелёгкое». «Я вот тоже думал, как ты. А потом понял, немой это путь. И пошёл в монахи. Ну да ладно. Пусть Господь тебе поможет принять правильное решение. Не женишься? Возвращайся и учись в академии. А там видно будет». И прощаясь, он ещё раз благословил Игоря. От разговора с помощником инспектора размышления Игоря приобрели пессимистическую окраску. Углубившись в свои невесёлые думы, Игорь не заметил двух однокашников. Виталия Нагородцева и Павла Федорчука. Они шествовали ему навстречу, и при этом у обоих на лицах сияли блаженные улыбки. Такое невнимание к их персонам слегка задело друзей. Они встали в театральную позу и запели на два голоса. «О чём задумался детина? Седок приветливо спросил. Какая на сердце кручина? Скажи, тебя кто огорчил?» При этом Павел босил, а Виталий подпевал ему тенарком. Так что получилось это довольно комично, отчего неразлучные друзья сами заржали довольные удачной шуткой. Нужно заметить, что Павел и Виталий не были в числе близких друзей Игоря, да и честно признаться, у него вообще не было близких друзей. Он как-то сам всех сторонился, так как любил уединение. Про таких говорят не компанейский. Павел и Виталий – полная противоположность ему. Оба были и подиаконами у владыки митрополита. Учёба им давалась легко, да они себя ею больно-то и не обременяли. Короче говоря, балов не судьбы, больше ты о них ничего не скажешь. Игорь же хотел проскользнуть мимо, но не тут-то было. Павел зашёл с тыла, Виталий перегородил коридор спереди. «Куда же ты, Игорёк, книжная твоя душа? Сегодня день особый. Есть повод, как следует повеселиться, отметить окончание бурсы», – проворковал Виталий. «Да вы, я вижу, уже начали веселиться», – попробовал отшутиться Игорь, почувствовав лёгкий запашок коньяка от друзей. «Это только начало», – солидно заметил Павел. «Слушай, Паш, давай, Игоря, возьмём третьим», – вдруг предложил Виталий. «Каким третьим?» – не понял Игорь. «Третьим?» – на наш торжественный праздничный ужин, по случаю окончания московской духовной семинарии, приняв нарочито серьёзные выражения, произнёс Виталий и назидательно добавил, «на которой много званных да мало избранных». «Вот ты и будешь этим избранным», – загоготал Паша, подхватывая Игоря под руку и волоча его за собой. Игорь нерешительно упирался, но всё же следовал за друзьями. «Ты хоть раз-то бывал в приличном ресторане?» – спросил Виталий. Игорь признался, что в приличном не бывал, умолчав о том, что в неприличных тоже не был. «Куда, Паша, мы пойдём?» – открыл совещание Виталий. «Шо до мэни? Я пешёл бы до Праги, або Пекин. Там добра кухня». «Пойдём я позвоню в метрополь. Если Григорий Александрович на месте, столик на вечер всегда найдётся», – подытожил краткое производственное совещание Виталий. «Да вы что? Серьёзно?» – всполошился Игорь. «У меня и денег нет. Всё потратил на книги». «А это пусть тебя не волнует. Бензин и идеи наши». Нетерпящим возражением тоном произнёс Виталий, любивший вставить в свою речь какое-нибудь книжное выражение. Мысль посетить ресторан, хотя и пугала Игоря, в глубине души всё же заинтриговала своей необыкновенной новизной и запредельной недосягаемостью в его будничной жизни. Митродотель, узнав, что посетители от Григория Александровича услужливо проводили их до столику окна под экзотической пальмой. Стол был уже убран разнообразной закуской. Подошедшему официанту Виталий заказал бутылочку французского коньяка. Когда его принесли и разлили по рюмкам, он широким жестом обвёл стол. Павел заявил, что тоже знает немного по-французски, и с хороговоркой произнёс И когда Игорь поинтересовался, что это значит в переводе, оба приятеля покатились со смеху. Что вы смеётесь, обиделся Игорь. Я изучал английский, а не французский. Мы тоже с Пашей французский не изучали, да и то, что изучали, уже давно позабыли. Чтобы это перевести, надо знать украинский язык. Переведи, Паш. Поп-соль трёт, а кум телёнка пасёт, загоготал тот. А вслед за ним засмеялись Виталий с Игорем. Таким образом, атмосфера за столиком воцарилась весёлая, а уж когда пропустили по рюмочке за окончание семинарии, с Игоря окончательно спали оковы неловкости. Заиграла скрипка в аккомпанементе с роялем, исполняя какое-то старинное танго. Игорь стал до того радостно и хорошо на душе, что он готов был обнять Павла с Виталиком за то, что они устроили этот чудный вечер. Снова выпили, и разговор за столом невольно зашёл о планах на будущее. Виталий сообщил, что подал прошение в академию, так как не желает расставаться со студенческой жизнью, столь удачно скрашенной и под яконством у митрополита. «Мне некуда спешить. Я буду сидеть в академии и лавре до тех пор, пока не уйду на служение только уже в качестве архиерея», заявил он. Павлу, отличие от Виталия, надоело учиться. Все мысли были в родной львовской епархии. Через месяц его свадьба на дочери благочинного, и он уже знает, на каком приходе ему служить. Когда друзья услышали о том, что Игорь собирается на приходское служение, то очень удивились, так как считали, что он будет учиться в академии. «Целебатом собираешься стать или у тебя невеста уже есть?» – поинтересовался Виталий. Когда Игорь признался, что выбрал семейный путь, но невесты у него нет, разговор сразу пошёл о том, какая жена должна быть у священника, и как такую жену выбрать. «Брать жену надо непременно из церковной среды, а ещё лучше из семьи священника», – горячился Павел. «Вы думаете, я по расчёту женюсь на дочери благочинного, чтобы приход хороший получить?» «Да я бы и без тестя устроился отлично, так как у нашего владыки два года до семинария старшим бодяконом был. У меня только один расчёт. Чтобы женка была к поповской жизни приучена, а то влюбляются в кого не попать, а потом страдают. Ха! Вот вам пример, который вы должны помнить. Два года назад Витёк Костриков, такой парень умный, а после окончания семинария взял себе жену из светских. «Я ему говорю, Витёк, что ты делаешь? Она же лба перекрестить не может. А он мне, у нас любовь, я её перевоспитаю. Будет лучше верить, чем ваши церковные скромницы». «Ну и чё? Перевоспитал?» «Года не прожили, она ему заявляет, надоели мне твои бабки зачуханы, выбирай ли я или церковь». Так до развода и дошло дело. Загубила парню жизнь, а ведь ему второй раз жениться нельзя. Сам священный не позволяет. А ей-то что, круть хвостом? И тут же выскочила замуж за офицера. «Это брат Павел случай нетипичный». Отваливаясь на спинку стула и закуривая сигарету, сказал Виталий. Игорь чуть со стула не свалился от удивления, устаившись на курящего Виталия. Он слышал, что некоторые семинаристы покуривают тайком, но видеть самому не приходилось, потому не очень верил он этим слухам. Виталий протянул пачку сигарет. «Закуривайте мальбора». Друг из отдела внешних церковных сношений привез оттуда, махнул в сторону окна. Павел ловко подцепил сигарету, поднес к носу, понюхал, одобрительно причелкнул языком, а Игорь замотал головой, не в силах произнести отказ словесно от растерянности. «Ну так вот», – продолжал Виталий, «ночной свой рассказ с тезиса вам хорошо известного. Послушание превыше поста и молитвы. Все мы это часто слышим и повторяем, но не все исполняем. Но, смею вас заверить, что есть люди, для которых это не пустые слова. И таковых Господь никогда не посрамляет, а за их полное доверие к Его святой воле вознаграждает». От такого многообещающего начала у Игоря пропало желание жевать, и он, отложив вилку, весь превратился в слух. А Виталий, не торопясь, глубоко затянулся, выпустил под потолок несколько колечек дыма и грациозно, стряхнув пепел сигареты, продолжил рассказ. Произошел этот случай в те исторические времена, когда первые советские космические корабли, преодолев земное притяжение, вывели человека в космос, что позволило убедиться в гениальной прозорливости великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова, который своим поэтическим духом воспарил над нашей грешной планетой и увидел, что спит земля в сиянье голубом. А достопамятный Никита Сергеевич Хрущев убедился, что Бога в верхних слоях стратосферы нет. Обрадовавшись такому открытию, тут же обещал советским гражданам показать последнего попа по телевизору. Для притворения этих планов партии в жизнь было прикрыто пять духовных семинарий, но еще три семинария продолжали действовать, и у воспитанников этих семинарий были те же проблемы, что и у нас с вами. Павел, зная привычку своего друга растягивать вступление длиннее самого рассказа, в нетерпении прервал Виталия. «Да ты дело, говори! Про космические корабли мы и сами знаем!» «А куда нам торопиться?» Последний раз затягиваясь и сминая сигарету в пепельнице, возразил Виталий. «Так вот, я и говорю, что проблемы у тогдашних семинаристов были те же». Один семинарист, не буду называть его имени, вот так же, как Игорь, окончил семинарию, а невесты у него нет. Архиерий ему говорит, «Вот тебе неделя сроку, женись, рука положу в священники и на приход, а то второй месяц приход без службы». Что делать педологи? «Как за неделю жениться, да не ошибиться?» Пошел он к своему духовному отцу. Так, мол, и так. Что делать? Старец, помолившись, говорит, «Вот тебе послушание. Иди завтра с утра на рынок, и первой девушке, какую встретишь, если она согласится, быть твоей женой от Бога». Наш семинарист так и сделал. Идет он уточком на рынок, а навстречу ему аж три девицы идут, семечки узгают. Он их останавливает, вежливо здоровается и говорит, «Я окончил духовную семинарию, теперь мне надо рукополагаться в священный сан, а для этого необходимо жениться». «Кто из вас согласится быть моей женой?» Двое из девчат за животы от смеха схватились, а третья их пристыдила, а ему со всей серьезностью сказала, «Я согласна». Пошли они в ЗАГС, оттуда в церковь, их тут же обвенчали, с тех пор они живут в мире и согласии, да уж скоро своих детей женить будут. А Никита Сергеевич, мир его праху, на новодевичьим покоится. «Но забавный анекдот ты, Виталик рассказал, надо за это выпить», – улыбнулся Павел. «Это не анекдот, Паша, это сама жизнь», – чокая с рюмкой возразил Виталий, «надо на Бога полагаться, а не только на свое греховное самомнение». «Да брось ты, Виталь, вот приедешь ко мне в гости на Украину, моя женка вареников наварит, да как мы с тобой тяпнем горелки, вот сэ жизнь». Игорь, никогда до этого не употреблявший спиртного в таком количестве, изрядно захмелел. И в отличие от Павла, на него рассказ Виталия произвел огромное впечатление, потому как он сам не умел общаться с девушками, стеснялся, а вот так бы, сходу, без всякого знакомства и ухаживания, в готовом виде, это было бы как раз для него». Он немного позавидовал тому семинаристу, который решил эту проблему так просто. Выпитый коньяк приводил его мысли в лирически-мечтательное настроение. Пока Виталий и Павел рассуждали о сравнительных достоинствах украинской горелки, русского самогона и шотландского виски, он с интересом осматривал зал. Недалеко от них, стоял пустой столик с табличкой «Заказом». Игорь увидел, как этому столику митродотель провел двух девушек, несколько броско одетых. Они небрежно скинули свои дамские сумочки на свободный стул, сели, закинув ногу на ногу, стали оживленно разговаривать. Через несколько минут официант принес им бутылочку вина и легкую закуску. Потому как они с ним общались, можно было заключить, что видят его не в первый раз. «Такие молодые уже завсегдаты ресторана», подумал Игорь. Девушки были довольно миловидные, если не сказать, что красивые. Особенно Игорю понравилась светловолосая, на вид 19-20 лет. У нее были большие серые глаза и детское выражение лица. Вторая шатенка, 25-27 лет, постоянно поправляла свои пышные локоны. Вдруг его сознание осенило мысль. «А что, если Господь не зря привел меня сюда, в ресторан, и этих двух девушек тоже? Быть может, одна из них, моя будущая жена, посланная мне самим Богом? Как это проверить?» В захмелевшем сознании Игоря уже неотвязно сидела эта мысль, и он все более и более уверялся, что не сам ее выдумал, а пришла она со стороны. Значит, от Бога или от Лукавого? Ну нет, только не от Лукавого, ибо Господь пришел, чтобы грешных спасти, ведь Лукавый не захочет упускать из своих рук добычу. Он, наоборот, постарался бы оградить их от влияния семинариста, который может просветить их светом истины и спасти от погибели. Итак, все размышления Игоря, казалось, ему становились в стройную логическую систему, и он решился на отчаянный шаг, на который не решился бы никогда на трезвую голову. Игорь встал, мысленно осенил себя крестным знаменем, и, чуть пошатываясь, пошел в сторону девицы. Подойду и предложу на выбор, кто за меня пойдет, и завтра же под венец. Девицы с любопытством смотрели на идущего к ним Игоря. Тот, подойдя, раскланялся, «Извините меня, Бога ради, у меня к вам очень важный разговор, разрешите присесть». «Ну, если важный, то пожалуйста», ответила шатенка, а большеглазая молча улыбнулась. «Благодарю». Игорь плюхнулся на стул, с которого девушки едва успели убрать свои сумочки. «Для изложения своего дела я должен представиться. Меня зовут Игорь». «Нелля», тут же протянул руку шатенка. «Ира», представилась большеглазая. «Я учащийся духовной семинарии», продолжал Игорь, «вернее, я только что ее окончил». «Как здорово», захлопала в ладоши Ира. «Нелля, ты представляешь, мы с тобой сидим с живым семинаристом. Иди предупреди Радика об отбое». «Я сейчас», вставая за стола, сказала Нелля. «Ой, Игорь, я тоже была недавно в церкви неподалеку от Бауманского метро. Как здорово было! Служил сам патриарх, еле протиснулась через старух. Стоят, как единый монолит, яблоко упасть негде. Ну, так здорово, так красиво, прелесть! А вокруг патриарха такие младые ходят, ему прислуживают все одного роста, как на подвор. Один из них мне подмигнул. Я подумала, такой все грехи отпустит. А вы, значит, тоже, как обыкновенные люди можете в ресторан сходить. А я думала, вы все по монастырям сидите с монашками вместе. Слушай, здорово, а! Игорь просто опешил от такого потока восторженной болтовни. В это время подошла Нелля, и он продолжил. Игорь старался подробно изложить девушкам канонические правила, связанные с принятием сана. Он объяснил, что надо обязательно жениться, и какая должна быть жена у священника. Несмотря на путанность его объяснений, девица слушали задать дыхание, только изредка, прерывая восторженными возгласами. Теперь понимаете, какой это серьезный вопрос, поэтому я прошу прощения, пусть это не покажется странным, но я хочу спросить, согласны ли кто-нибудь из вас выйти за меня замуж? «Да мы обе согласны», ответила Нелля. «Выбирай сам, который тебе нравится». Игорь растерялся, никак не ожидая такого ответа. Выбирать самому не входило в его планы. «Да вы что, серьезно?» пролепитал он. «Ну да, раз надо, так надо», подтвердила Ира. «Ты выбирай». «Я так не могу», окончательно смутился Игорь. «Как же я тогда узнаю волю Божью?» «Так мы тоже ее не знаем», заметила Нелля. Игорь озадаченно замолчал, обдумывая ситуацию. Неожиданно блестящая мысль заставила его буквально подскочить. «Придумал!» «Давайте сделаем жребий, через него узнаем волю Божью». «Ой, как здорово!» захлопала в надуши Ирина. «Ты погоди, Игорь, мы сейчас придем». С этими словами Нелля повлекла Ирину к выходу. В женском туалете Ирина и Нелля не сговаривались, достали сумочек-косметички и стали прихорашиваться перед зеркалом. «Иринка, по-моему, это серьезно. Немного чудаковат, правда, но они там все малость пришизнутые. Зато за попом будешь жить, как у Христа за пазухой, обеспечена. Я выпадаю из игры, ты же ведь знаешь, что меня Радик убьет. А тебе можно». Когда они вернулись, Нелля сказала, «Давай напишем имена на салфетках. Какую вытянешь, та и твоя». «Давайте!» согласился Игорь, в то же время ощущая в желудке холодок страха перед свершением чего-то непоправимого. Нелля взяла две салфетки и четко написала на каждой крупными буквами Ира. Свернув их трубочкой, подала вытягивать Игорю. Он прикрыл глаза, прочитал молитву Царю Небесной и решительно выхватил правую салфетку. Когда прочитал Ирина имя, обрадовался, так как в тайне души остановил свой выбор именно на ней. «Ну что ж, мне не повезло», сказала Нелля. И, смяв вторую салфетку, кинула ее на тарелку. «Как говорится, совет вам да любовь, и давайте за это выпьем». Допив большую рюмку ликера, поднесенной Нелли, Игорь почувствовал, как зал поплыл куда-то в сторону. В дальнейшем вспоминал смутно. Он танцевал в прокуренном зале то с Ирой, то с Неллей, то они танцевали все вместе втроем и снова пили, и снова танцевали. Очнувшись, Игорь почувствовал, что лежит в чем-то тесном, сжатый с двух сторон, хочет пошевелиться и не может. Огляделся. Справа к его плечу доска деревянной прижатой, слева доска. Тут он догадался, что в гробу лежит. «Неужели я умер?» подумал Игорь. «Нет, раз я вижу гроб, ощущаю, что мне тесно, значит, я живой». Смотрит, над ним стоит протодиагон и читает книгу апостол. Только последние слова Игорь разобрал, который протодиагон протяжно пропел. «И не упивайтесь вином, в нем же есть и блуд». Собрался Игорь со всеми силами, приподнялся из гроба, смотрит. Отец Елефей стоит печальный, с кадилом отпевает его. Хочет Игорь ему сказать, что он живой, как рыба, разевает рот, а сил произнести нет. Видит рядом Виталий с Павлом, для него могилу копают. А сами такие веселые. Увидел Виталий, что Игорь в гробу привстал и кричит «Держите его, убежит сейчас!» «Не убежит», ухмыльнулся Павел, затем подошел «Да как, ударит Игорь лопатой по голове!» Проснулся Игорь, вскочил с дивана, смотрит, в какой-то чужой комнате находится, не может ничего понять. Павла тяжелая, раскалывается. «Как же мне сильно треснул по голове этот Паша», бормочет Игорь, и тут соображает, что это был всего лишь сон. В горле все пересохло, страшно захотелось пить. Пошатываясь, он побрел из комнаты и, пройдя по коридору, вышел на кухню. Там за уютным небольшим кухонным столиком сидели Павел и Виталик. Пили чай. Рядом стояла початая бутылка коньяка. «А вот и наш Дон Жуан проснулся!» воскликнул радостно Виталик. «Ну ты, Игорек, даешь! Мы-то думали, что ты у нас тихоня книжная. А вчера глянули, как ты этих шмалей подцепил. И еще раз убедились, насколько верна русская народная пословица в тихом омуте. Ну, ты сам знаешь, кто водится». Игорь вспомнил вчерашнее и покраснел до корней волос, а оба приятеля расхохотались. «Но уж, когда тебя эти две путаны повели к выходу, мы решили, что это нехорошо. Приходили в кабак вместе, значит, вместе нам уходить. Извинившись, лишили их твоего общения, смеясь, говорил Паша. Но одна из них утверждала, что ты ее жених. Это правда? Ха-ха-ха! Да вы шутите!» В смущении пробормотал Игорь. «Какие тут шутки! Таких классных девочек подхватил муж, грешным делом подумали, что у тебя валюта завелась. Да, тебе, брат, пить совсем нельзя. Садись, будем тебя лечить чаем с коньяком». Вернувшись в семинарию, Игорь в этот же день зашел в канцелярию и подал прошение о зачислении его в духовную академию. За время учебы в академии он избегал любых знакомств с представительницами прекрасного пола. По окончании академии с отличием защитился на ученую степень кандидата богословия за курсовое сочинение на тему «Отношение к безбрачию в Ветхом и Новом Завете». В этом же году он принял монашеский постриг с именем Евстафий, что в переводе с греческого означает «твердостоящий». Ну что, дорогие друзья, храни вас Господь. Рада была прочесть вам этот замечательный рассказ. Обнимаю вас душой.